Добрый день, дорогие мои! Я очень рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня у меня эксперимент. Предлагаю вам поэкспериментировать вместе со мной. Дело в том, что я решила приготовить винегрет, а так как я нахожусь на правильном питании, очень надеюсь, что и вы тоже со мной находитесь на правильном питании, я вдруг поняла, что винегрет не такое же безобидное блюдо. Но представьте, в винегрет входит соленые огурцы, соленая капуста и консервированный горошек. Ну, столько соли. Нет, мой организм уже не воспринимает столько соли. Поэтому сегодня будем экспериментировать. И из соленых продуктов мы оставляем только зеленый горошек. Соленую капусту я буду заменять моей любимой пекинской капустой. И так мы ее помыли, разобрали по листочкам и режем ее соломкой. Я очень люблю пекинскую капусту, рекомендую вам попробовать. Режем капусту соломкой. Ну, вот так я пошинковала капусту и отправляю ее в миску. Собравляем ее моим любимым яблочным уксусом, который не только у нас будет как ингредиент, но и как средство, которое способствует похудению. Если вы не смотрели мое видео про яблочный уксус, я оставлю под видео ссылочку. Оставляю нашу капусту мариноваться. Можно еще подлить уксус. Здесь по вкусу. В зависимости от ваших предпочтений, какие вы любите вкусы кислые, тогда можно побольше. Я люблю кислый вкус, и поэтому уксус не жалею. Накрываем крышкой и отставляем нашу капусту мариноваться. И займемся овощами следующими. Вместо соленых огурцов я буду использовать свежие огурцы. Огурцы я порезала кубиками и отправляю их в салатник. Также режем кубиками свеклу в салатник. Сейчас будем с вами резать картофель под водой в мундире. Не забудьте, если вы не знаете, почему картофель нужно варить в мундире, я оставлю ссылочку под видео. Обязательно посмотрите. Мы же с вами отправляем к нашему винегрету картофель, также порезанную кубиками. И добавляю отварную морковь. Также будем резать ее кубиками. Вот я порезала морковь, отправляю ее к нашему винегрету. Добавляю конселированный горошек. Репчатый лук. И наша капуста уже промариновалась. Я очень надеюсь на это. И добавляем нашу капусту. Она даст нам берегу эти кислинки. А соль заменит, вполне заменит зеленый горошек. Даже предостаточно. Будет соль. Если вы еще не перестали есть соль, я вас уверяю, надо бросать. Такая большая порция у меня получилась винегрета. Ну, если это можно назвать классическим винегретом. Альтернатива, скажем так. Альтернатива классическому винегрету. Все хорошенечко перемешиваем. Заправляем наш винегрет растительным маслом. Вот это порция у меня получилась. Девочки, приходите на винегрет. Будем есть вместе. все хорошенько перемешали. Ну, и традиционно сейчас нужно его отправить в холодильник. Пусть постоит. И будем пробоваться, девочки. Вместе с вами. Наш эксперимент. Девочки, наш эксперимент удался. Я попробовала винегрет. Очень вкусный. Единственное, я только его забыла поперчить. Сейчас я его поперчу. Я люблю острые вкусы. Пожелаю, неожиданные специи добавить. А так, я вас уверяю, вполне-вполне, очень даже ничем, ничуть не хуже винегрета с соленой капустой и с солеными огурцами. Вкусно. А как полезно. Рекомендую. Если мой рецепт и наш с вами эксперимент вам понравился, не забудьте поставить лайк. Да, кстати, не забудьте поставить, нажать на колокольчик, потому что в следующем видео я запишу о том, чем можно заменить соль. Мне стали поступать вопросы, чем я заменяю соль. И я хочу сказать, что у меня в моем арсенале есть несколько продуктов, которыми я заменяю соль. Поэтому не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока, любви и добра. Целую всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!